Эфирные масла Бальзамировали мумии, придавали красоту живым людям Кроме того, эфирные масла использовали для лечения мигреней, головных болей А также использовали ароматерапию для того, чтобы в помещении, где собиралось много людей, отогнать, как считалось, злых духов Но сейчас мы понимаем, что это использовалось для того, чтобы обеззараживать пространство, в котором находится много людей Эфирные масла можно получить двумя способами Из растительного материала и синтетическим путем Чаще всего используется именно первый вариант, так как он более экологичный и безопасный Основными методами получения эфирных масел являются дистилляция, холодное прессование, мацерация или экстракция растворителями Можно кипятить в водном растворе с последующей конденсацией Но в конденсате у нас получаются не только эфирные масла, но и вода Но тут уже все просто, поскольку эфирные масла не смешиваются с водой А следствие будет расслоение Кроме того, можно использовать дистилляцию, перегонку с органическими растворителями Но сейчас, с точки зрения зеленой химии, все-таки есть стремление уйти от органических растворителей Таких как дихлоретан, бензол и так далее И заменяют их сверхклютическими флюидами Но это пока еще очень дорогой метод Если у нас есть цитрусовые фрукты, то для этого используется метод отжима Обрезается кожура и прессуется Выделяется ведь не только эфирное масло, но и будет выделяться еще и сок, который есть в цедре Эфирные масла имеют множество полезных для здоровья свойств Некоторые из них оказывают успокаивающий эффект и могут помочь снять стресс и улучшить качество сна Например, лавандовое или черного тмина Другие имеют тонизирующие свойства и способны повысить энергию и настроение К ним относятся цитрусовые, розмариновые и мятные Еще есть те, которые обладают противомикробными и противовоспалительными свойствами Помогают бороться с инфекциями и предупреждают воспалительные процессы К примеру, эвкалиптовое масло Оно широко используется для лечения простудных заболеваний и повышения иммунитета Это в первую очередь обеззараживающее действие Антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное Расслабляющее действие, притупляющее болевые синдромы Особенно сейчас, когда близится сессия Для студентов очень важно найти такое душевное равновесие, нервное равновесие И улучшить свое настроение Знаю, что впереди еще сессии, много экзаменов и зачетов И многие эфирные масла могут тоже сопутствовать этому Обычно это масла, которые содержат цитрусовые фрукты Масла, которые получают из лаванды Несмотря на большое количество полезных свойств эфирных масел Они имеют и ряд негативных последствий Аллергическая реакция, головокружение, повышение фоточувствительности И другие побочные эффекты Поэтому стоит использовать их в правильной концентрации Но есть два уникальных масла, которые можно использовать, не разбавляя дополнительно Это масло чайного дерева и лаванды Все остальные следует разбавлять различными маслами Например, это могут быть масло какао, кокосовое, миндальное, оливковое и другие Поскольку мы имеем дело с химическими веществами Стоит соблюдать определенные меры безопасности Эфирные масла нельзя использовать для маленьких детей Ограничивать для женщин в ожидании детей Кроме того, стараться лучше не использовать там, где близки слизистые Например, около глаз Около глаз у нас очень чувствительная кожа Поэтому даже разбавленное эфирное масло может дать ожог Поэтому там, где у нас слизистые, лучше не использовать Если попадет в глаз, нельзя смывать водой Ни в коем случае, иначе вы усилите ожоговый эффект Нужно смыть масляной основой, например, оливковым маслом Или подсолнечным маслом Но ни в коем случае не водой Эфирные масла также широко применяются в косметической продукции Благодаря их антивозрастным и увлажняющим свойствам В зимний период они могут особенно помочь в поддержании хорошего состояния кожи Если вы обладатели жирной кожи, то ваше эфирное масло – это масло чайного дерева Если вы обладатели сухой кожи, ваше эфирное масло – это масло розы Но еще раз повторю, розовое масло нужно разбавлять, например, оливковым маслом Ну а если вы хотите увлажнить вашу кожу, то тогда нужно одну-две капельки в крем, который вы используете дневной или ночной Ну чаще всего в дневной, капнуть лавандового масла И тогда мы получим эффект увлажнения кожи Использование эфирных масел охватывает множество областей Включая медицину, косметику, парфюмерию, массаж, ароматерапию и другие Необходимо соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов Чтобы избежать побочных эффектов и негативных последствий Поэтому, как бы ни хотелось, насладиться ароматом пихты, эвкалипта или мяты дома Злоупотреблять ими нежелательно Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости